здорово народ с вами хьюго и мы с вами снова в не for speed carbon я опишу эту вторую серию не знающий результатов и ваших отзывов насчет первой серии но что-то мне так это понравилось я решил чтобы не записать вторую часть чтобы посмотреть что там вот дальше потому что это смотрю у нас будет сегодня снова каньон чекпоинт каньон чекпоинт чел каньон чекпоинтов общественном карьере не было как бы никогда здесь будет вас дрифт увидеть я отвратительно умею дрифтить в не for speed и и что самое интересное здесь будет погони с полицией в этом моде как раз это дело неблагородное это очень тяжело это реально это очень тяжело и на мой взгляд это большой минус мода так что если кто-то будет проходить не for speed carbon именно с модом дефицит и дешевле как он называется подумайте подумайте несколько раз потому что копы реально сложная очень сложная и в карьере могут конкретно так подносрать малину ну что же давайте не будем тянуть шевролет corvette z06 за заднюю ось и приступим что ли чекпоинт каньон на chevrolet camara ss звучит очень многообещающе интересным посмотрим что это такое он еще и за тюнинг визуально и отвратительно выглядит фаре винилов господи желтый сс с двумя синими полосками тел подач понимать черный были бы полоски но это было бы классика не стареющая классика ну блин синяя полоски такая барыган это делал и конечно праве стальной визуал тоже скажем так на любителя сильные на любителя все это сделано я бы прям по колхозе были стал конечно так вот я первый раз вообще вижу и слышу про чекпоинт на каньоне вы видите тут даже сделали участки где можно вылететь с каньона металлическим забором включая на мой взгляд лично мое чисто мнение мне кажется в эту фишку с железным забором на определенных поворотах и участках карты это должен быть на любом абсолютно на любой гонке которая проводится на каньоне во-первых потому что это не выглядит во первых классно это раз и во вторых это как бы дополнительная сложность и угроза на гонке неплохо его конечно заносит лучше валют хочу сказать а метром детей не зайдем и заполнился потому что я то теряюсь порой слева набираю и тут же сразу теряю и ну как крути и на самом деле в рамках и проспида гонки по каньону я была офиге каким новым нововведением это гонки которые могут закончиться гораздо раньше чем хотелось бы то есть раньше у нас было у нас было только два исхода как могла гонка закончится мы могли либо победить либо проиграть и тем самым узнать результат гонки где-то там на финише или не доехал даже еще до финиша либо нас могли просто скрутить копу во время этой гонки и соответственно это тоже обращалась у рестарта теперь у нас на этом режиме еще и третий вариант событий ну правда тут копов нету понятное дело но есть третий сетап и третий вариант когда мы можем просто вывалиться с каньона и тем самым изначально как бы при теперь поражение прикольно прикольно считаю на мой взгляд серебряная гонка mazda rx 7 не знаю чья то конечно может это кэнджи будет может и нет чином rx 7 это дадут или колхозный какую-то давайте посмотрим чё там для нас прикарманила игра нет это точно не rx 7 кинджи это что-то то что-то поскромнее но выглядит неплохо кстати должен сказать какая серебристая даже что ли или белая красава знают будет классно улик вас не нравится так вот ой а что-то уже что-то время да не хватает это не хватает и вот человек хотел сказать и продолжить на следующую тему балаболе я и дворов память арбона многие не нравится карбон почему-то но не считает эталону прям там не знаю золотым изданием по и будьте не проспектуру самый бот лондон с тысячи пятого года не путай с 2012 я в него сам играл поля там пару часов и скажем так эти первые пару часов были далеко не лучшими часами в вселенной форте которые я хотя бы нужно провести за может быть они располагаю игру но до нее так еще и не добрался чтобы попробовать ее снова потому что хочу ближайшее время пройти стрит наверно еще раз спустя годик может быть не знаю проводят каким-то касталями заставить работать вторую игра потому что будете смеяться наверное от первого антеграунда заканчивая самые крайние форте пет который я играл это наверное заран или но если прямо про хронологической цепочки то наверно ход пульсе 3 мастера тысячи двадцать первого года лига он там вышел то последний считаться наверно он но как ни крути в это же самое 12 года я не играл и вообще ничего вам про него не скажу хотя бмв м3 дадут но не знаю какую точно купера или вывода другую потому что есть если другие модификации у меня будет купера понятно все уже обьюзанную и просаленную потом рейзера в сиденье интересно какого было сесть машину после того как он продолжительный бой можно правильно говно слушай еще и время не так мало дарить блин а чуть-чуть чуть-чуть не хватило слушают это повода ряда будет сложно мало того что игра сыграла карту дала мне машину которую я перед играми на южу не знаю про все то что я перед играми на южу не знаю про то что я не использовал нитро на первом участке понятно как интересно моя будет ошибка в дальнейшем куда я не приду за вторую точку кстати вот этот гонка это сто процентов из карьеры по моему здесь ездим с кенджи второй раз когда он пересаживаться на красный evolution нам дается возможность ним подтягаться здесь могу ошибаться но вроде за прохождение как раз таки это гонка на 20 поступило лишь я там 8 я не помню честно скажу какой тут evolution используется возможно девятой вроде как по 7 использовался в он играл до 1 как неплохая машина сам был лучше насчет десятого ничего не скажу я на нем ездил один раз про стрите на тачке ри вот она бы именно финальный уже какой-то такой прокачанной версией неплохая тачка но на видимо что такая за раскачиваю заточена там под какие-то определенные категории и так далее так что ну как бы сложно было бы назвать ее форму системы корпуса но на то что я помню она относительно управляются и я помню утракавери ездили да вот она действительно была такая себе то есть то чтобы как-то снова машина скажем так без ярких плюсов и минусов это как минимум не знаю на удивление это на самом деле пришлось гораздо гораздо легче чем думалось изначально кстати мы вроде все рекорды даже бьем я так смотрю или это изначальное время которое задано на карте и мы должны просто показать более лучший результат дрифт я днище в дрифте на астон-мартине серьезно я днище дрифте и вы сейчас в этом убедитесь мне нравится это как именно категория это еще и на каньоне будет господи еще и на каньоне ладно еще на стадионе закрытом там хотя бы есть где повернуть и все такое на каньоне дрифт на деби-девятом чел мне кажется это будет легко я чувствую почувствую удачу сегодняшнюю белье может это не будет легко может это будет у ткн джа в общем смысл дрифта в карбоне в чем я вот можно то объяснял уже в рамках прохождения 5-7 лет назад но повторюсь еще раз здесь нам надо как можно дольше держать именно серию заносов из лево-вправо я сам походил от поворот и чем дольше мы это делаем чем больше растет выжить ее сектор то есть чистый зон чистого дрифта и как вот только мы что-то задеваем все все сбрасывается и вы читаете сначала я могу ошибаться но вроде бы дрифт но до города был плюс у нас такой же я буквально проходил вы делаете там такой же пока там был прикол чем там также надо было набирать очки непрерывный не касаемо серии чтобы она не сбивалась но вот множитель танцы эти работы по-другому году году максимальному пятерка и он не умножал именно финальные очки может и пятерка он именно зачислял очки с учетом множителя которые держатся машину серии грифт который более чертят подери хотя бы одну бы серию тот нормальный сделать и там очень много чего зависело на скорости движения машины и сам зона там был еще там были зоны и как можно ближе как рождению которые давали еще больше очков так что там там дрифт конечно добыл наркоманские скажу так конечно дрифт был наркоманский мне больше наверно нравится дрифт в какой-нибудь про устрите хотя и в карбоне он тоже сделан в принципе нормально неплохо toyota mr2 марк 2 кстати то играл тоже в nfs world вспомнит там . это было конечно зверь это был донат ты самый главный зверь который был кошмаром любого кто играл по моему на б классе что ли или на классе даже ниже там была своя механика именно в плане характеристик машин и разделением их на классы так что кто играл тот помнить потом поймет как хотелось все эти самые читеры которые гоняли на этих вот тойота х в целом игре было очень много дисбаланса и там и главный что всем было на это всем было на все было все было хорошо у всех жизни в этом моде на карбон я надеюсь но скажу что она определенно управляются ведется лучше чем астам мартин казалось бы почему бы она реально лучше ведется чем я снимать она и меньше по подарить не должно быть знаю я днищи в дрифте скажу потому что я меньше всего его играл я больше люблю кольца то есть гриппы прохождение там 3 4 колец я больше хороший самом деле в этом спринт и тоже люблю поменьше но тоже люблю потому что это такой скажем так рывок в один конец и ты либо проиграл либо выиграл истребители люблю вот эти вот чекпоинт с замером скорости обычный чекпоинт мне последнее время наоборот больше всего наскучил потому что ну там нет соперника там невозможно проиграть на мой взгляд блин вот в карбоне вот положа руку на сердце в чекпоинте невозможно проиграть это настолько простой режим как мяча не с такими условиями что там ну я не знаю это надо каждый угол собирать и каждую машину чтобы действительно там проиграть это очень тяжело сделать и в дрифте наверное всех меньше хорош потому что но я меньше всего не играл в целом то подается меньше всего потому что режим такой относительно простой казалось бы но здесь есть свой стиль здесь есть многие условности которые надо соблюдать и поэтому не так то здесь все на самом деле просто ламборджини мурселага lp 640 кстати тут оказывается на определенных вещей очков набирать 150 тысяч чтобы пройти еще до дрифтить на полном приводе по моему то toyota кстати могу ошибаться может быть она конечно задние приводы на вроде бы там даже и полный привод имеют вода бык итальянский или ключей он там я забыл он точно полно привода и дрифтить меня но я не знаю надо быть идиотом полным господи я помню золотые времена простые так идея черным поделом было написано что лифта по моему могут участвовать только машины с задним приводом передний точно не мог участвовать я вам гарантированно скажу потому что там есть прям даже отдельная графа и предупреждающий знак это салона когда покупаешь машины что машину с другим другом они но не может немного дрифтить через ручки я не спорю но участвовать в испытании по дрифту они не могли не просто окружилась это в голову и почему тебе это закон конвера я не смотрю на как будто результатов там у кого сколько очков проигрываю я или нет и сколько у меня у самого очков я просто могу отвести глаз от экрана куда я все еду и что в целом происходит черт а чем вы люблю очень уговорить это тоже не играет не самую лучшую положительную роль а вот и финиш а так я в итоге выиграл как интересно мои соперники набрали я набрал был миллиона когда вроде бы надо было 150 всего лишь тысяч я кстати как-то набирал больше миллиона даже помню на какой-то из своей машин какая-то какой-то из своей машин кстати спиратра я даже помню как-то было такое так а тут то что нам нужно делать соло челлендж а нам нужно ли удрать от полицейских или наоборот держать погоню в течение двух минут на mazda rx-3 хотя здесь она все самое интересное называется mazda mass speed 3 странно можно действительно так называется никогда просто этого не знал или просто совпадение совпадение не думаю поверьте мне вот эти вот испытания я чувствую наверно стану для вас карой с небес потому что папы здесь я еще расскажу очень жесткие я хоть и не знаю что здесь будет целом и как это будет играться я заранее чувствую что это будет жопа все-таки нам походу надо держаться в погоне чем выбрать от кориции так что сложно так будет и сложно ну чем заключается снова сколько стоит пояснить потому что на словах понимают потому что в отличие от вас лундук в карбоне вот вот и а точнее полицейские нам больше потеряли ценности смысле в целом потому что здесь нет никаких активностей самый главный смысл погони вас полицейский это раз они чисто появляются в открытом мире когда вы слишком много хулиганить и катаетесь и они не могут появиться во время определенных гонок на территориях где высокий уровень риска или сложность я не помню как называться обозначается смысл в этом все больше никаких активности в карбоне с полицейскими игроки и все что они делают они просто вам надоедаются времени напоминает что они как бы есть сушили надо бежать за две минуты никакой что вырезаешь язык на должном уровне и ты хренгера не понимаешь что делалось так как я был прав это было минута продержаться убрать на полицейских а кстати я двиню который сейчас на мне это раскраска тузов а после первого который гонит на марках во всех районах на казино пока мы там в принципе нам осталось так убежать для этого тяжело сразу скажу можно больше машины не чувствуете поскольку они преследуют нас так вот в чем условия заключается именно в этом моде в том что попал здесь очень много нас помниться реально очень много они прям вас заваривают шапками и машинами чтобы в какой-то момент просто на стенку полезете от них уже в каком-то смысле и второй момент он далеко не последний это то что здесь изменен баланс модеру 10 баланс полицейских мы сейчас ездим с вами на втором стать стопы сюда это вот эти простенькие ford victoria вот здесь они разбавлены уже джипами это все еще вроде как не носовые называются на чуть-чуть пустое страну то типа легкие джеку которые например сливы и фаспит в основном тут сравнивают они там по-моему даже и не появлялись никогда там они появлялись уже строго на третьем что ли четвертом статусе когда уже штат вызывал 1 мосорога а вот здесь они решили сделать так что а давайте на второй статус сразу к ним легкие но кибериня на такие вот джипы которая будет как и отдельные юниты вот такие на которые дал киды желание и они также будут использоваться так что вот такой вот есть неприятный момент в плане баланса полицейских этого мода и есть еще момент того что полицейские тачки ну очень тяжелые нереально тяжелое сделано спихнуть машину даже будучи на машине 1 тира но это испытание не из простых далеко не из простых я вам скажу даже видите стоячая машина сломана я ее не могу вообще никак спихнуть с места а если она еще и живая в заграждении стоит то это забейте это просто машину очень тяжелый и вот часто были моменты у меня в карьере когда я играл и меня папа погонял вставал передо мной и просто тормозил я в нем упирался я просто в него упирался и терял полностью свою скорость даже если там ехал то метод в 250 час просто я тормозил на ровном месте я ничего не мог сделать и тут же сразу а и тут сразу и 2 находился и поставился сзади короче меня брали коробочку и это было заканчивается вот это второй момент который меня очень сильно разочаровал выбесил прохождение именно этого мода ну и треть это то что мы статусу растут очень быстро чем больше вы видите с полицейскими чем больше больше подливы начинается на вашем экране и это забей а Субтитры подогнал «Симон»